Доктор экономических наук Василий Фурман присоединяется к нашему эфиру. Сейчас присоединим его к нашему эфиру, будем обсуждать множество тем, среди которых девальвация, которая сейчас наблюдается в Российской Федерации, но не только это. Есть еще информация, согласно которой и власти России могут или планируют частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля, ну в общем, чтобы какие-то изменения произошли в российской экономике, видимо. Сейчас об этом подробнее поговорим с Василием Николаевичем. Василий Николаевич, рада приветствовать. Здравствуйте. Приветствую вас. Надеюсь, вы не в таких же заторах, в которых я побывала, два часа добираясь на работу из-за постоянных взлетов МИГа и объявления тревоги. Надеюсь, у вас все хорошо. Василий Николаевич, скажите, пожалуйста, та девальвация, которую сейчас наблюдаем в Российской Федерации, это тенденция, это необратимые процессы, это временные процессы. Что конкретно? Дайте, пожалуйста, профессиональную оценку. Ну, если мы говорим про девальвацию национальной валюты, страна, которая живет под санкциями, как бы, то это в какой-то мере до тех пор, пока будут санкции, то страна будет деградировать, она будет и далее быть низкотехнологической, ну мы говорим про Российскую Федерацию, потому что благодаря там очень обширному пакету санкций она отрезана сегодня и от высоких технологий, и от капитала, большого европейского западного капитала. И если смотреть на пример Ирана, который живет 40 лет под санкциями, то там, в принципе, вот за эти 40 лет, конечно, национальная валюта Ирана девальвирует постоянно и большая инфляция. Поэтому, конечно, власти Российской Федерации, экономической власти, они пытаются разрабатывать много-много там разных направлений, чтобы контролировать ситуацию, но, как мы видим, не все получается, потому что, ну, российский рубль там с начала года девальвировал на 30%, и даже и в понедельник Центральный банк поднял учетную ставку, но рынок среагировал плохо, то есть и рубль, как бы, нельзя сказать, что укрепился, он даже начал там опять, ну, чуть-чуть просел больше, то есть получается, что Центральный банк и экономическая власть запоздала, ну, то есть приняли эти решения, то есть достаточно мягкая денежно-кредитная политика ихнего Центрального банка или мягкая политика бюджетная, как бы, она стимулирует очень много денег в экономике. И, понятное дело, что, ну, например, там расходы на войну сумасшедшие большие, например, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вот если, ну, там, грубо говоря, полгода этого года и этого, и прошлого года, то у них увеличились бюджетные затраты на войну, там, на 30%. Это очень много. Очень большие затраты на военно-промышленный комплекс. Если даже, ну, там, мы смотрели, помните, там прогнозы Международного валютного фонда, как бы, который, кстати, тоже было много критики на те прогнозы, что российская экономика будет расти в этом году. Да, возможно, она и будет расти. Вопрос, за счет чего она будет расти, понимаете? То есть, если ты растешь за счет военно-промышленного комплекса, ты производишь танки, ракеты, патроны, которые потом, они не продаются на экспорт, они просто утилизируются на территории нашей страны. Ну, или мы, там, разбиваем, там, на другой территории, там, ну, на Российской Федерации есть. То есть, поэтому, как бы, здесь у нас, ну, то есть, здесь не создается дополнительная стоимость того, что они, ну, производят. Но, при том, они достаточно платят, ну, у них здесь выросла заработная плата. Одна из причин, почему рубль девальвировал. Но если мы посмотрим, в каких отраслях, ну, в основном, это отрасли оборонно-промышленного комплекса. То есть, да, там, значительно выросла заработная плата. Полтора-два раза. В других отраслях нет, как бы. Плюс, понятное дело, что неправильная экономическая политика ихнего президента, когда он, я помню, там, год назад отказался от расчетов во внешнеэкономических сделках, от сильных валют, то есть, ну, доллар и евро. Таким образом, вот эта неправильная политика привела к тому, что сегодня во внешнеэкономическом расчетах превалирует рубль. То есть, у них нет сильных валют. И, получается, а спрос есть. И на эту валюту. Плюс, значительно вырос импорт. Ну, по сравнению, например, там, с прошлым периодом, прошлого года. Экспорт, несмотря на то, что в физических объемах они его сохранили, плюс-минус, как бы, но в стоимости, в денежных местах они просели. За счет чего просели? В первую очередь, за счет рыночного фактора. Ну, например, цена на газ по сравнению с годом назад уменьшилась больше, чем в 8 раз. На нефть также просела очень сильно. Сегодня нефть, там, за баррель 75, плюс-минус долларов за баррель год назад, там, больше 100 долларов. Плюс, также, надо сказать, что действуют санкции по поводу нефти. Ну, мы помним, как бы, ограничения, которые ввели там страны G7, другие партнеры, которые поддержали. Нефть должна продаваться по цене не больше, чем 60 долларов. То есть, как бы, да, они там сейчас пытаются разными способами обходить эти санкции, как бы. И тогда, ну, всего цивилизованного Запада, мира, в Украине, конечно, ну, нужно разрабатывать не новое количество санкций, а нужно переходить к качеству, как бы. Ну, это самое сложное. Каким образом делать так, чтобы санкции выполнялись на 100%. Как делать так, чтобы в российских ракетах не было электроники или новых технологий, там, Запада или других, там, ну, развитых стран мира. Как бы, это самый сложный вопрос, но мир в этом направлении работает. Поэтому, если кратко резюмировать, война в Украине ничего хорошего российская экономика не принесет. Это первое. Даже если мы, допустим, что мы побеждаем, там, в этом году, как бы, санкции, которые введены против Российской Федерации, они вводились вот на протяжении, ну, там, полтора года войны в Украине. Но, поверьте, они не будут, как бы, отменяться полтора года. Это значительно больше процесс. И ни одна страна под санкциями не развивается эффективно, успешно. Можно прогнозировать, что их национальная валюта будет дешеветь, инфляция будет, и не 4%, как сейчас. По прогнозам у них будет и 7, и больше уже в этом году. Поэтому Центральный банк поднял учетную ставку до 12%. Если ситуация не выйдет из, ну, скажем так, не будет контролироваться, не будет и дальше поднимать учетную ставку. Когда началась война, их центральный банк, я помню, учетную ставку с 5% поднял до 20% для того, чтобы стабилизировать макроэкономическую ситуацию. Ну, надо сказать, что им это удалось тогда, как бы. И потом они начали, ну, как бы, снижать эту учетную ставку. И вот она уже была, ну, где-то 4 месяца назад на уровне, там, 7,5%. Потом они подняли до 8,5%, ну, и сейчас у них, там, 12%. И они сейчас действительно на полном серьезе рассматривают другие санкции, которые дадут возможность стабилизировать валютный рынок. Но эти санкции, конечно, это минус для их бизнеса, как бы. Какие это санкции, не санкции, ну, а меры. Какие это меры? Ну, меры это, ну, во-первых, экспортеры должны продавать больше валютной выручки. Если, ну, если, да, там, они хотели, у них не было, там, обязательства продавать, там, 50%, 60%, как бы. Сейчас у них будет такое обязательство, как бы. И они на полном серьезе рассматривают. Никто не может сказать, сколько это будет. Или 50, или 80%, или 100%. Это первое направление. Второе направление. Они, конечно, хотят сократить отток иностранного капитала с Российской Федерации. В принципе, это одна из причин, почему падает их национальная валюта, рубль, по сравнению к доллару. Потому что иностранцы, там, больше тысячи компаний заявили и уходят с российского рынка. Они продают с большим убытком для своих, ну, для своих компаний материнских, которые заходят за рубежом, активы, которые находятся в Российской Федерации. Как правило, это в два раза дешевле. Но, вместе с тем, они приняли для себя правильное, важное решение. Они уходят с этого рынка, но им нужен доллар, как бы. И вот они покупают, у них есть спрос, и они пытаются этот спрос ограничить, чтобы было меньше оттока капитала. Также они хотят, например, ввести ограничения, чтобы граждане Российской Федерации не могли... Ну, на сегодня любой гражданин Российской Федерации может уйти за рубеж, как бы, 10 тысяч долларов, эквиваленте, как бы. Одно физлицо. И они вот сейчас, ну, тоже думают над датой суммы, что это, возможно, не 10, а, возможно, быть, там, меньше суммы, как бы. Ну, и плюс, возможно, другие будут ограничения, но любые ограничения, они не стимулируют развитие экономики. Это минус больше для экономики. Скажите, пожалуйста, вот эта вот история о том, что власти России могут частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля. О чем это говорит? Что это вообще такое? И смогут ли они действительно эту историю провернуть? Ну, то, что такое, что я вам говорил просто, что вот когда тысячи компаний пытаются выйти из России, они продают свои активы с убытком для себя, как бы. Они сейчас, например, ну, то есть пока имеют право выйти, например, по той цене, по которой они продали без ограничения объема. А сейчас им могут установить правило, например, что вы можете выводить там небольшие определенные суммы, там, на протяжении, там, ну, не сразу, там, а на протяжении одного или там трех лет, как бы. То есть это идет ограничение. Это раз. Во-вторых, например, они запретят своим компаниям, ну, Россия достаточно большая страна, и много компаний имеют бизнеса за рубежом. Они могут, их не национальные компании, они могут ограничить инвестирование ихними национальными компаниями за рубежом, ну, тех проектов, которые, ну, те компании считают нужным для своего развития. Ну, и, конечно, вот то, что мы перед этим говорили, чтобы экспортеры будут, скажем так, не оставлять валюту за рубежом или продавать в том объеме, которым они хотят, а будут продавать, будет обязательная продажа валютной выручки. Когда началась война, они сначала ввели продажу валютной выручки в 80%, потом ситуация стабилизировалась, 50% сделали, потом еще лучше стала ситуация, они вообще отменили обязательную продажу. Ну, и вот, скажем так, относительно рубль, которое укрепление было рубля, то рубль же у них тоже был 100 рублей за доллар и даже больше в начале войны, большой войны. А потом они искусственно этот рубль усилили просто, потому что, когда началась война, вы помните, как бы у них очень сильно просел импорт. А экспорта было очень много, ну, плюс большущие цены, которые были, мы видели, ну, на то время на энергетических рынках, ну, я говорил во время нашей передачи. И сейчас, как бы, ситуация же выровнялась. Импорта очень много, импорта больше, чем ихнего экспорта, ну, и поэтому, конечно, у них не хватает доллара или евро, ну, сильных валют. А их попытка перевести на мягкие валюты, мягкие валюты, ну, это валюты на таких странах, как Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция. Ну, кроме того, что они очень волатильные, волатильные, это меняет свою цену во времени. Ну, например, турецкая лира на протяжении последних двух лет потеряла в цене больше, чем два раза. Китайская лира меньше намного, как бы, но, в любом случае, это не свободно конвертированные валюты, как бы. Ну, или там другие валюты, таких стран, с которыми сегодня, дружеские страны, с которыми работает Российская Федерация. Но, вместе с тем, как бы, россияне, ну, они привыкли накапливать доллары или евро, как бы. И никто не хочет, не спешит накапливать свои сбережения в мягких валютах. Да, уж, в любом случае, осмелюсь предположить, что вовсе не такие цели ставили перед собой руководители Российской Федерации, когда развязывали войну против Украины. Однако, чудесная поговорка есть в украинском языке, не так сталося, я гадалуся. Все произошло вовсе не так, как предполагали. И сейчас следим дальше за развитием событий. Спасибо большое. Василий Фурман, доктор экономических наук, к нашему эфиру присоединялся. Спасибо.